Старайтесь вникать. Я, конечно, еще об этом буду думать. Если у меня будет какая-то информация набираться после моего такого вот анализа самого себя и других агрономов, с которыми я общаюсь, которых я вижу, я вам буду рассказывать и приводить примеры, потому что, ну, в целом, я знаю людей, которые, к примеру, мне до какого-то момента казались, ну, сильнее меня, а сейчас получается, что эти люди мне звонят уже, спрашивают, что делать им. Хотя они меня старше, они опытнее, они работают в холдингах, они обрабатывают больше гектар земли, и в то же время вопросов ко мне больше, нежели, к примеру, у меня к ним, потому что я перерос этого человека. Это иногда приятно, но на этом останавливаться не нужно. Понимаете, не нужно останавливаться на этих людях. Ты идешь дальше, ты уже идешь дальше, ты уже развиваешь себя, встречаешь. Сейчас я познакомлюсь с одним человеком, который меня очень сильно удивил, мы с ним общаемся, я, конечно, тяну с него информацию, и пытаюсь быть тоже, тоже знать то, что знает он. Конечно, надеюсь, что я его тоже перерасту, но я думаю, что он, после того, что я говорю, не даст это сделать. Поэтому у вас будет ситуация, когда вы будете перерастать своих начальников, директоров, главных агрономов, и вам надо будет двигаться дальше. Либо вы остаетесь на работе на этой, и что-то меняете, либо вы уходите. Потому что стремитесь быть просто супер агрономами, впитывайте в себя, не бойтесь того, что вы там потеряете работу. Если вы хороший агроном, если вы хороший специалист, логист производства, то вы будете как на вес золота, вы найдете в любом месте себе применение, может быть, даже и пойдете дальше. Поэтому ничего не бойтесь, развивайтесь, делайте так, чтобы работа, которой вы занимаетесь, была для вас интересной, чтобы это было у вас как хобби, чтобы вы получали от этого удовольствие, чтобы вы вспоминали свои прошлые ошибки. Не бойтесь ошибок вообще. Да, вопрос ошибок, потому что многие боятся ошибок и хотят сразу... Тоже один, еще один момент – ошибки. Не бойтесь делать ошибки, не бойтесь экспериментировать. Ошибки будут, потому что особенно есть ошибки закономерные, есть ошибки, ну, как бы, есть ошибки случайные, есть ошибки закономерные, должны понимать, да? Случайные ошибки – не бойтесь их, закономерные ошибки. Ну, избегайте, вы же становитесь каждым днем опытнее. Если у вас одна и та же ошибка получается каждый год, значит, вы где-то не дорабатываете. А случайных ошибок не бойтесь, потому что случайные ошибки, они позволяют вам быть сильнее. Вообще ошибки не бойтесь, радуйтесь, что они у вас есть, Не бойтесь проблем, решайте эти проблемы. Самое важное в таких производственных моментах – это не создавать проблемы, а решать их. Если вы научитесь решать проблемы и не будете их создавать, вы будете отличным специалистом.